всем привет мои хорошие вчерашнее видео закончилось вот на этой картине да как вы видите я приготовила максим эти красотки до сих пор стоят витамарик вверх ногами сейчас я их освобожу а еще я из дома принесла беглип который был подмороженный помните у него оставалось два корня ни живых ни мертвых и шея была длиннее вот пока я тут делами занималась на складе я ее обрезала чтобы она подсохла и замочила его полностью витамаре а потом подняла и вот так вот он у меня в приподнятом виде остался листочками витамаре сейчас я его хочу вот сюда так вот так наверное пока помещу хотя мне надо чтобы он вот так чтобы шея сейчас покажу вам видите шея приоткрылась там не шея вернее а вот внутри там приоткрылась и она будет пока все стекать и подсыхать и мастерпис и одну большую оставила дома так прервали нас маленько позвонили и вот мастерпис и которых дома вам показывала вот забрала две маленьких сюда отрезала полностью тут всю гнилую шею оставшиеся корешочки что были и тоже сейчас буду с ними колдовать не знаю что получится но думаю что то получится так сейчас моим замажем девчат забыла нормальный штатив дома и у меня вот здесь вот такой есть но с ним так неудобно но как-нибудь сегодня поснимаю для вас в общем сейчас мы тут все прям замажем хорошенько и на этих малявочках тоже замажем на них сейчас потекет они мокрые надо как-то чтобы не потекло чуть-чуть шейку заденем я приболела на другом канале на своем вперед в общем буду гундосить простите пожалуйста так все все замазали и вот я его показываю дома мне такую конструкцию некуда поставить которую как бы я запланировала для него и для этих шмакоделок а здесь место есть все отставляем их прям в сторонку в сторонку вот сюда пока и пускай сохнут хорошо а я хочу вам похвастаться вот этой красотой он ароматный это 270 дробь 6 в альбоме был как он называется я не помню но кто девочки его брали те поймут о чем я говорю очень восковый ароматные девчульки многие писали что не пахнет он у них вот у меня пахнет несмотря на то что у меня сегодня заложенный нос запах не резкий сегодня второй день только как он открылся приятный чем пахнет не спрашивайте не могу сказать какой-то ванилькой что ли или какими-то полевыми цветами что-то вот знаете не пойму чем пахнет но очень очень приятно но пока запах далеко и вот эта красавица все продолжает меня радовать вы посмотрите сколько она уже долго цветет красотка уже больше месяца как мы ее принесли домой я ее купила и она до сих пор до сих пор меня радует надо же мы ее пересадили в витамаре замачивали витамаром поливали и она не сбросила ни одного цветочка ни одного бутончика с тремя цветочками открывшимися я ее принесла домой и вот такая вот она сейчас тут красотка и вот этот красавчик конечно на свет ну-ка может вот так чуть-чуть вообще теряется весь фокус но очень красивый сейчас со вспышкой попробую вот со вспышкой он более почему-то показывает настоящий цвет вообще бомбическая красота ну-ка эту со вспышкой и это такая же бомбическая красотка ну все будем быстренько сажать вот этих красоточек и вот этих больнюшек хотя вы уже наверное у меня все знаете как сажаю я во что сажаю но все равно покажу потому что много раз уже говорила что каждом видео о посадке говорю что-нибудь новое правда не очень уверена что я вам сегодня скажу что-то новое для вас но а вдруг вы знаете что у меня мысли просыпаются во время во время всего скажем так и начнем наверное вот с этих красавиц которые до сих пор торчат давайте протрем листочки чтобы в шею вода не накапала на стекла с листиков а вот и и и и Ой-ой-ой, убегает. Так, все. Эту протерли. Шейки у них хорошо, смотрите, как подсохли. И теперь дело за ними. Захотеть жить нормально. Выпускать новые корешочки. И стремиться к жизни вперед. К светлому будущему. Так. Вот этот листик еще не открылся до конца. Селенок не хватило, наверное. Так, берем три стаканчика. Про субстрат. Как, чего, из чего делаю. Можете посмотреть в предыдущих видео. Не буду в каждом видео заострять на этом внимание. Так. И, в принципе, сажать... Ой, ты куда? Сажать их хочу с точности по той же схеме, системе. То есть, ничего нового для них изобретать я не буду. Все то же самое будет и для них. Так. Это вообще у нас тут с двумя корешулями. И последнюю нашу красоту. Так, давай не падай. Никакого нового велосипеда для них не будет. Все то же самое. Берем мох. И сверху перекладываем. Мох сейчас влажный. Не забываем, шея здесь гнилая, поэтому от шеи уберем побольше всего. Сейчас. Все так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, от шеи весь мох отодвинула, но она у нас продолжает с вами шататься. Значит, берем, 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 ребят, надо чего-нибудь взять. Так, какой-нибудь кусочек коры побольше, это очень большой. И зафиксировать ее здесь, чтобы она не прыгала. Так, подопрем, и они заодно будут меченые. Подперем, подопрем, как правильно-то. Все, вот так зафиксировали, и все. Оставлю их сюда пока. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, и это тоже у нас прыгает. Поэтому и ее зафиксируем кусочками коры. Все тоже плотненько село. Так. 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 Дид все что не нравится от шеи отодвигаем все все от шейки убрали все там будет сухо и тоже вот сюда в эту сторону клонится положим кусочек коры все сейчас я их сразу как вчера мы с вами окунул воду и вынуть чтобы субстрат не был сухим потому что решочки так на воздухе были ночь сохли но остальную посадку я сделаю уже без вас потому что вы все это видели и дальше начнем делать то сажать больные орхидей кибис корней куда вы увидите позже и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все татары кроме я Пускай будет одна в такой системе Ну а теперь я их быстренько, прибыстренько всех напою Палочку я ставила спецам, чтобы вода быстрее уходила вниз Дима Торзок Я просто вот так сейчас опять намочу И все в один контейнер они у меня сейчас встанут И вот эти три, которые больные растюшки здесь будут И вот эти хорошие, ну как больные, просто ослабленные, скажем так Дима Торзок Прямо держу в воде буквально даже минуты не держу Просто для того, чтобы смочился субтитры, чтобы корни чувствовали влагу А через несколько дней все здесь попривыкнет И мы с вами будем поить их все вместе уже витамаром Так, все, это попила тоже И ей водичку сливаем Даже палочку оставлю, пусть будет Все, сейчас поставлю их под досветку Вам ничего не видно было Ну, в общем, вот так они встали в контейнере Так, ну что, ребят Подготовила я уже три корзинки без вас Видите, разные отверстия сделала здесь в них Здесь две маленьких и одна большая И если вы видите, у меня здесь лежат гантеки и три тиланси Но тиланси очень плохо То, что они будут на влажном лежать Поэтому я для них тоже придумала это же Сейчас вот так отрежем опять дно Вот здесь чуть-чуть сделаем Сейчас спросите, где я беру такие корзинки Кто не знает, это корзинки из-под орхидеи Которые приходят с Азии Ну, что-то наподобие, если кому-то интересно Стала вот эта вся моя конструкция Которую я тут для них делаю Вы видите, да Тут мох у меня растет, который был сухим И был сюда посажен во влажную среду В тепличку И стал расти И вот уже вот так прекрасно вырос Только с одной стороны почему-то похуже растет А с другой стороны прям получше Наверное, одному сильно жарко, а второму прохладненько Кстати, мох с фагнум растет лучше там, где прохладно То есть вот та сторона, которая Конечно, я периодически все это дело переворачиваю Здесь лежат гигантейки Самые слабые, которые у нас были в контейнере Я их вынула из контейнера И сюда поместила Не знаю, что из них выйдет С ними особо велосипед изобретать не буду Сейчас они вот здесь подсохнут, полежат Потому что они листиками лежали, видите, сюда А мы пока тут похимичим с вами Вот с этой конструкции Плохо, что я сегодня штатив не взяла хороший Этот штатив, конечно, тоже не очень плохой Но он постоянно шатается И его никак не настроить Пока тут резала, порезала себе палец Вот что значит, да, человек маленечко Прибаливает И вот так вот их сюда Сейчас так мало Вот видите, я вас задеваю И вы сильно шатаетесь Еще Надрежем Побольше Потому что тилансии просто живут во влажном климате То есть им просто нужна вокруг влажность Во что бы я их ни сажала Сколько у меня их уже было много И они все погибают Вот так Одну сделали Побольше Кстати, вот с этими корзинками Я делала Уже так реанимировала даже орхидейки Но Мариночка Фловер Ловер Тут смотрела ее видео И напомнила мне Про вот эти Она только пластмассовый стаканчик Вырезала И подала мне идею То есть я вспомнила про это Что я так тоже делала Так реанимировала орхидейки И в своем же роде Маришка, спасибо тебе за идею Ты мне подала Вот эту идею Которую я сейчас делаю Именно вот только с корзинками И вот так вот сейчас мы их туда Вставим Вставили Эту вставим Вот так И видите у нас как получается Пока Где еще одна Вот она еще одна И ее вставляем сюда Кстати положила Когда их в контейнер Они так Распушились тут В контейнере Выпрыгивает Давай садись Тебе здесь будет хорошо Так И значит Что мы делаем с вами дальше Есть у нас с вами Вот эта орхидушка Больнушка Все вроде подсохло Хорошенечко Видите Ни единого корешочка Это тот самый беглип Который Внутри влажно Это мне не очень Нравится Который подмерз Который я в магазине Покупала И он оказался Подмороженным Там я мазала Максимом еще дома Ну Экспериментируем Пробуем Вставляем Ага Все даже очень 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 Хорошо Только Наверное Надо побольше Чуть Чуть Отверстие Сделаю без вас Чтобы не занимать Ваше время Так Ну что Ребят Я все подготовила Без вас Вставила Я вот так Сюда Орхидейку В эту дырочку По бокам Вставила Палочки И все Зафиксировала Тряпочкой Для того Чтобы Она у нас Не шаталась Если вы видите Все это У нас Теперь Плотненько И шея Не будет касаться Влажного Уха Вот Вот бывает же Тогда Когда Болеешь Тебе в голову Приходят Вот такие Интересные Мысли Сейчас Я хочу Вот здесь Осторожно Посерединочке Именно Раздвинуть Мох А вот Именно Вот так Раздвинуть Пускай Он тут Растет Дальше А мы В эту Влажную Еще Надо Влажный Домик Во Влажный Домик Точнее Сейчас Поставим Орхидейку Вот так Сейчас Мы ее Поправим Мох Который Отодвинули Можно Придвинуть Корзинке Поближе Так Если Вдруг Она Все Так Обрастет Корнями Я Вот эти Веревочки Потом И палочку Уберу Но Там Ничего Не Касается Сейчас Дна Что Мне Очень Нравится Как Вы Поняли Да Так Вот Эта Красотка Как Смогла Поставила Ее Сюда И Тоже Там Вот Все Мазано Вот Такая Вот Конструкция У нас Получилась И Тоже Еще Делаем Два Отверстия Скажем Так 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 Ребята Сейчас Ставлю Не Шатайтесь Вы У меня Шатайтесь И Потом Вам Все Покажу Не Переживайте Так Эту Поставили Теперь Берем Другую И Тоже Вот Здесь В серединке Проделываем Лунку И Вставляем Сюда Эту Корзинку Возвращаем Возвращаем Мох Обратно Давай Не Выбегай Тебе Здесь Понравится Я Так Думаю Убегает В общем Оставим Оставим Как Села Уж Не Будем Сильно Тормошить Я Его Слепила Из Того Что Было Так Все Теперь Осталось Нам С вами Посадить Сюда Вот Эти Штуки Так Жалко Вот Это Дело Тормошить Такая Красота Если Че Ну А Че Делать Раз Уж Задумала Будем Сажать Наверное Вот С этой Стороны Моих Сейчас Посадим Сушь Наверное Это Большая Я думаю Высокая Очень Надо Ее Вот Так Наполовину Укоротить Так Все Низ Отрезали И Осталась Вот Такая Маленькая Часть Я думаю Так Будет Лучше Теперь Здесь Тоже Все Вот Так Раздвигаем И Ставим Туда Потом Вообще Так как В моих Планах Это Все Должно Обрасти Дело Мхом Они Тут Должны Прижиться В Этом Мхе Болота Нету Здесь Просто Повышенная Влажность И Не Более Того Их Попочки Скажем Так Сейчас Не Касаются Влажности Совершенно Но Находятся Во Влагоемком Таком Пространстве В общем Как раз То По идее Что Они И Любят Так Ну Что Ты Если Все Так Мох Тут Не Засохнет И Будет Расти Дальше То Я Думаю Что Они Все Вместе Тут Прекрасно Подружатся Я Так Думаю Мечтать Не Вредно Но Надежда Умирает Последний Вот Эту Сейчас Зафиксируем Чтобы Она Тут Не Дрыгалась Не Болталась Ну И Вот Эти Гиганты Просто Вот Так Туда Раз Просто Туда Два Просто Туда Три Просто Вмок Поставим Захотят Жить Начнут Жить Нет До Свидания Что Мы Тут С Вами Будем Танцы С Бубнами Изобретать И И Так Очень Много Прекрасного Дали Они Все Выпендриваются В Азию Поедете Обратно Это Была Шутка Мне Я думаю Получилось Даже Наподобие С И Поплотно Поплотно Поплотнее Сидели Поплотно Субтитры сделал DimaTorzok